Уважаемые студенты, сегодняшнее наше лекционное занятие посвящается теме интерактивный маркетинг. Первый вопрос – прямой маркетинг и современные модели прямого маркетинга. Прямой маркетинг – это прямое без промежуточных звеньев взаимодействия продавца с потребителем в процессе продажи товара. Прямой маркетинг представляет собой вид маркетинговой деятельности коммуникации, на основе которого персонализированные отношения к клиенту, предполагающие тесное взаимодействие, обратную связь при неиспользовании для коммуникации информационных посредников. Прямой маркетинг ориентирован не на целевые группы, а на отдельных персоналах. Цель прямого маркетинга – планируемая ответная реакция покупателя, выраженная в покупке товара. Задачи прямого маркетинга вы видите на слайде. Это привлечение внимания получателя, удержание потребителя в сфере воздействия, развитие долгосрочных личностных отношений с покупателем, стимулирование первой покупки, создание предпосылок многочисленных повторных покупок, изучение реакции потребителя, увеличение объемов продаж, расширение ассортимента покупок, увеличение частоты покупок и рост лояльности потребителя. Прямой маркетинг получает все большее распространение в трех направлениях деятельности. Это маркетинг прямых продаж. В литературе он известен как директ-маркетинг, обеспечивает кратчайший путь достижения контакта с клиентом для получения заказов. Эта форма продажи обеспечивает выгоду для обеих субъектов рынка – и для производителя, и для потребителя. Маркетинг в компьютерных сетях. Сетевой маркетинг предполагает наличие связи компьютера через модем с телефонной линией для пользования информационными услугами. Сетевой маркетинг отличается преимуществами, как оперативное получение необходимой информации, незначительной затраты и времени, и широкая аудитория. Маркетинг отношений – это маркетинговая система, направленная на установление длительных связей с потенциальными покупателями. Основная задача – сохранение клиентов, для чего рекомендуется использование разных мероприятий. Особенности прямого маркетинга вы видите на слайде. Это анализ базы данных. Это увеличение дохода и дальнейшей инвестиции. Определение потенциальных потребителей. Достижение потенциальных потребителей. Продажа продукта. Сбор информации по потенциальным потребителям. Построение и анализ базы данных. Регулярная коммуникация с ключевыми клиентами. Повышение продаж и кроссинговые продажи. В современном мире существует множество теоретических моделей прямого маркетинга. Мы с вами рассмотрим только два из них. Модель 3М. Она была предложена известным американским специалистом по маркетингу Дэном Кеннеди. Он выделил три составляющих. Рынок. Маркет. В данном случае это все потенциальные клиенты компании, среди которых следует формировать спрос. Сообщение. Информация для потенциальных клиентов. И канал Мэйдиа. Средства, которые будут использоваться для того, чтобы донести сообщению рынку. В дивизии успешного маркетинга самого Дэна Кеннеди существует следующий порядок. Правильное сообщение. Правильным людям. Правильным способом. Очень простая модель 3М не является исчерпывающей. Она описывает лишь процесс донесения информации потенциальным клиентам, не детализируя потребительскую среду. Скорее носит лишь декларативный и мотивирующий характер. Модель 4П. Ее родоначальником считается американский экономист, профессор Гарвардской школы бизнеса Теодор Левитт. В общем виде модель обладает пятью составляющими. Продукт. Точнее его объективные и субъективные свойства. Дизайн. Эргономика. Цена. Здесь речь идет не только о денежном выражении стоимости продукта, но и о его потенциальной полезности, то есть ценности для потребления. Продвижение. Часто именуется маркетинговыми коммуникациями и включает в себя очень важные подпункты. Реклама, стимулирование сбыта, связь с общественностью, мерчендайзинг. И последнее это место, то есть расположение торговой точки, каналы сбыта продукции, то есть посредники и дистрибьюторы. Превосходство прямого маркетинга вы видите на слайде. Это покупки на дому, удобные. Они сберегают время. Покупатель может сравнить различные товары. Покупатели товаров производственного назначения могут узнать о имеющихся товарах и услугах. Прямой маркетинг приносит выгоду и самим маркетологам. Они могут приобрести перечень адресов, содержащие адреса практически любой группы потребителей. Благодаря этому они могут персонализировать свои предложения. Пользуясь современными технологиями, специалист по прямому маркетингу может выбрать небольшую группу. Подготовить маркетинговые предложения. Причины популярности прямого маркетинга вы видите на слайде. На слайде вы видите эволюцию развития прямого маркетинга. Развитие функции прямого маркетинга тесно связано с появлением и трансформацией медиасредств маркетинговых коммуникаций. На слайде вы видите схему интегрированного прямого маркетинга. В прямом маркетинге ключом к успеху является детальная информация по индивидуальному потребителю. Современные предприятия создают специальные базы данных о покупателях, которые представляют собой массив подробных сведений об отдельных покупателях, в том числе географических, демографических, психографических, а также данных об особенностях покупательского поведения. На следующем слайде вы видите основные формы прямого маркетинга. Это личная продажа, прямая почтовая рассылка, продажа по каталогу, телемаркетинг, телевизионный маркетинг прямого отклика, покупки в интерактивном режиме, личная продажа. Наиболее характерной формой прямого маркетинга является предложение о продаже по телефону для обнаружения потенциальных покупателей при вращении их в своих клиентов. Прямая почтовая рассылка предполагает отправку предложения, объявления, напоминания или какого-либо другого сообщения лицу по конкретному адресу. Маркетинг по каталогу предполагает продажу товаров с помощью каталогов, которые рассылаются покупателям по почте, либо продаются в магазинах. Телемаркетинг заключается в использовании телефона для прямой продажи товара покупателям. Телевизионный маркетинг – это размещение рекламы, дающие возможность немедленного отклика, рекламные видеоклипы. Маркетинг из видеокабины. Некоторые компании размещают в магазинах, в аэропортах и в других оживленных местах специальные автоматы, использующие для получения информации. Преимуществами использования прямого почтового маркетинга. Обращение к конкретным представителям целевой аудитории. Персонализированное обращение к потенциальным покупателям. Предложение товара с учетом личных потребностей каждого покупателя. Возможность поддержания постоянного контакта с клиентами. Обращение к адресатам без информирования об этом прочих участников рынка. Высокая информированность рекламного носителя. И неограниченный объем рекламных площадей. Каталоговая торговля. То есть посылочная торговля. Это розничная торговля, осуществляемая по заказам, которые выполняются с использованием почтовых отправлений. Заказ производится по телефону или по каталогам за небольшую добавку к цене. Основные стадии посылочной торговли вы видите на слайде. Следующий наш вопрос – телемаркетинг. Телемаркетинг – это вид прямого маркетинга, при котором общение продавца и покупателя происходит с помощью средств удаленной связи, например, по телефону, скайпу и так далее. Количество компаний, предлагающих телемаркетинг, в мире с каждым годом увеличивается. По данным различных маркетинговых исследований, лидер в области телемаркетинга является Соединенные Штаты Америки. Телемаркетинг делится на входящие и исходящие. Цель первого – анализ и обработка имеющейся информации для поддержания и повышения уровня продаж товаров или услуг. Цель исходящего телемаркетинга – увеличение уровня продаж и получение новой информации, используемой для повышения продаж через прямой контакт с потенциальными клиентами. Ключевые цели, основные цели, второстепенные цели телемаркетинга вы видите на слайде. Преимуществами телемаркетинга является экономия времени, быстрая наработка, возможность максимально четко определить целевую аудиторию и высокая скорость получения контакта с клиентом. Каналы рекламы, передаваемые по телевидению, довольно разнообразны. Рассмотрим наиболее распространенные. Это телеобъявления, то есть рекламная информация, зачитываемая диктора. Это телеролики, кино и видеоролики. Телезаставки, транслируются в сопровождении дикторского текста. Телеспонсорство, спонсирование популярных передач. Киоски контенты – это автоматы для продажи цифрового контента. Представляет собой программно-аппаратный комплекс, построенный на базе персонального компьютера, оснащенный сенсорным монитором, системой воспроизведения, звукодинамиками. Технический прогресс последние годы набрал немыслимую скорость. Несколько лет тому назад только появился интернет-маркетинг, который был непонятен большинству компаний. Сейчас же практически в каждом коллективе крупной компании имеются специалисты этого направления. Что же такое цифровой маркетинг? Это использование технологий для продвижения компаний и привлечения потребителей. Данный вид маркетинга используется на радио, в мобильных технологиях, телевидении, среде интернет. Цифровой маркетинг напрямую связан с быстро развивающимися технологиями. Поэтому следует уделить внимание последним разработкам, как сегментация, маркетинг влияния, анализ поведения интернет-пользователей, коллаборация, ремаркетинг, реклама в играх. Следующий вопрос – интернет-маркетинг. Это совокупность приемов в интернете, направленных на привлечение внимания к товару или услуге, популяризацию этого товара в сети и его эффективного продвижения целью продажи. Основными инструментами интернет-маркетинга являются Продвижение в поисковых системах, рассылка, реклама в социальных сетях, контекстная реклама, баннерная реклама и арбитраж трафика. Эффективный маркетинг в интернете состоит из следующих компонентов. Продукт, он же товар. Обязательное условие, что реализуется через сетевые ресурсы, должно отличаться качеством или какими-то уникальными свойствами, чтобы конкурировать с другими сайтами и обычными магазинами. Цена. Считается, что в интернете цены несколько ниже, чем в реале. Продвижение. Многоуровневая раскрутка как самого сайта, так и отдельных товаров. Точка продаж. Собственный сайт. Функциональный ресурс должен иметь оригинальный дизайн, качественную навигацию, юзабилити, высшего уровня. Достоинства интернет-маркетинга вы видите на схеме. Это широкий информационный канал. Возможность массового обращения к широкой аудитории. Возможность точного и быстрого анализа реакции аудитории. Измеримости эффективности затраченных на интернет-маркетинг средств за счет пост-анализа. Создание, обновление и постоянное пополнение базы данных покупателей. Интерактивность. Возможность вовлечения в общение целевую аудиторию. Реактивность. Возможность оперативной подстройки коммуникации. Таргетинг. Возможность целевого обращения к определенной части аудитории. Все компании, работающие на современном рынке, по их отношению к электронному бизнесу, можно разделить на три группы. Их вы видите на слайде. Традиционные, которые действуют на реальном физическом рынке и не обращаются к электронному бизнесу, если их к этому не вынудят определенные обстоятельства. Так называемые смешанные компании, которые часть своей деятельности осуществляют через интернет. При рассмотрении деятельности таких компаний очень важно определить, что им дает использование электронного бизнеса. И полностью электронные компании, которые существуют только в интернете. Здесь важно понять причины их возникновения и то, как они получают прибыль. Следующий вопрос. Проблемы перспективы интернет-маркетинга. Что касается интернет-маркетинга, тут мы сталкиваемся с иными проблемами. Отсутствие возможности пощупать товар. Известно, что среди нас живут кинестетики, которые не представляют себе покупку без предварительного тотального общупывания. Эту проблему легко решить оффлайн-консультации в представительствах магазинов. Также многие интернет-бутики одежды предлагают услугу при мерке перед оплатой товара. Когда курьер приезжает прямиком домой к клиенту, человек примеряет заказанные вещи и после чего покупает понравившиеся. Недоверие к платежным системам также слегка тормозит интернет-продажи. Мы привыкли относиться ко всему с недоверием, заказывая товары на просторах интернета. Интернет-маркетинга. Интернет-маркетинг стал отдельным направлением в 90-х годах прошлого века. За годы роста популярности он ощутимо повлиял на многие сферы. Среди них индустрия звукозаписи, банковское дело, электронная техника. В конце лекционного занятия вы видите на слайде контрольные вопросы, которые вы можете использовать для повторения пройденного материала. Спасибо за внимание!